РОССИЯ 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 Чем ближе Международный женский день, тем сильнее в воздухе ощущается аромат цветов. В Новосибирске их дарили в метро, тюльпаны вручали военнослужащие в полной боевой экипировке, что на контрасте с нежными бутонами выглядело еще эффектнее. 8 марта жители Новосибирска грешным делом могли подумать, что в метро проходят антитеррористические учения. Никто не ожидал увидеть в подземке экипированных бойцов, но обстановку разрядили цветы и оркестр. Вот, оказывается, чем занимаются так называемые вежливые люди в свободной от оккупации чужих территорий время. Аналогичная акция прошла и в Санкт-Петербурге. Вопрос, зачем все же нужно было дарить цветы, полной боевой экипировке, так и остался висеть в воздухе. Видимо, в российских военных, как и в женщинах, должна быть загадка. Военные, но уже в парадной форме, были замечены в торговом центре города. Они исполнили музыкальный флешмоб. Тот случай, когда непонятно, армия России все-таки мощная и угрожающая? Или все-таки будет побеждать врага фальцетом? Настоящий перформанс для милых дам устроили и военные Новороссийска. В Новороссийске показательные выступления бойцов десантно-штурмового подразделения демонстрировали в том числе приемы с оружием. Вот как, по мнению представителей силовых структур, нужно дам поздравлять. Все это действо больше походило на показательные выступления где-то на учениях, чтобы напугать, но никак не поздравить с праздником женщин. В представлениях консерваторов 8 марта день слабого пола, когда нужно дарить цветы и восхвалять женскую хрупкость. Но чаще его трактуют как день равенства и сестринства, проводят шествия, чтобы напомнить о борьбе за равные права. Что же своими выкрутасами хотели сказать российские десантники? Похоже, для них это был второй день ВДВ. Только завершился он не традиционно розочкой об голову в фонтане, а раздачей тюльпанов возле него. Ну а самых смелых зрительниц пригласили прокатиться на армейских мотовездеходах. И подобный день ВДВ с романтичным уклоном прокатился по всей России. Совершенно забыв о коронавирусе, женщины лобызали щеки мотострелков Северного флота. Можно щечку? Сюда. Ивановские десантники раздавали дамам шарики с символикой ВДВ. Спасибо десантникам за то, что они подняли мне на стреление. Спецотряд ВДВ даже совершил прыжок с парашютом ради милых дам. В центре Москвы на Арбате можно было прогуляться по звуке военного оркестра. Совсем недавно, буквально за углом, Росгвардия жестоко разгоняла акции протеста. А теперь они дарят цветы и музыку милым дамам. Вот как нужно переобуваться в воздухе. В целом выглядит все это как пиар-акция. Мол, смотрите, какие милые военные в России. Не только дубинками бить умеют и чужие земли захватывать, но и цветы дарить. Вот только одним видео с 8 марта не удастся перебить сотни других записей, когда эти, так называемые, вежливые люди играют не в защите, а в нападении. Фантазию российских вояк не остановить. Оказалось, 8 марта не только повод дарить женщинам цветы, но и удачный случай для пополнения рядов армии. Пусть всегда вас окружают настоящие защитники. Не только Родины, но и вас самих. Настоящий мужчина должен иметь военный билет. Военком Ленобласти Юрий Хромов не только поздравил девушек с 8 марта, но и предложил им в качестве подарка сдать своих бывших в армию. Видимо, на перевоспитание. Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших. А мы их встретим на призывных пунктах. Кстати, креатив был оценен. В комментариях к поздравлению появились ссылки на более чем 200 уклонистов. Оригинальностью в российской армии берут не только новобранцев, но и воюют с противником. В инженерных войсках России теперь создан отдельный маскировочный полк. На учениях «Кавказ-2020» за три минуты он развернул макеты 10 танков целую роту. Что, получается, в России армия не настоящая? Когда его поставите, вот так вот расставите, БМП, танки, и вы посмотрите, что на вас наступает, реально танк. Они реально гордятся бутафорскими танками. То есть есть специальный макет с использованием фотографической техники, который при наблюдении визуальным противником создает впечатление наступающего танка. Да, да. И все это реально работает. Даже непонятно, что наивнее. Надеяться, что надувная техника испугает потенциального врага и заставит отступить, так и не начав бой. Или рассказывать об этом на всю Ивановскую и рассчитывать, что незатейливая технология все еще будет для кого-то сюрпризом. Для каждой боевой части предусмотрены имитационные средства. Маскировочный полк может сымитировать и танковую атаку с помощью специальных звуковых установок и макета с фотообоями в изображении 3D. Слышали о таком? Танковая атака 3D-фотографиями. Это бук? Да. Новый макет. Совсем новый? Да. Совсем новый. Слушайте, и... Видите, даже антенна. А вот это уже настораживающая информация. Неравен часу слышим от кремлевских пропагандистов, что не только российских военных на Донбассе нет, но и техника не настоящая, надувная. Даже бук. В общем, технология во всех сферах одна. На полигонах надувают технику, а в федеральных СМИ дуют щеки от пафоса. Россия обладает оружием, способным гарантированно уничтожить любого агрессора. Тем временем, о комфортной жизни рядовых офицеров государство особо не задумывается. Вот в каких условиях им порой приходится жить. Бесплатные квартиры для ВДВшников, короче. Сейчас я сюда девушку довозил. Наверное, в таких условиях живем просто. Чего-чего, а терпение российским военным явно не занимать. Вот это все из дерева сделаны, короче. Трущобки. Вот так наши живут военные. В деревянных каких-то бараках. Иногда все же на федеральных каналах выходят пафосные сюжеты о том, как военным выделяют новое жилье. Более 130 военнослужащих в Нарафаминском районе празднуют новоселье. Они вместе с семьями получили ключи от служебных квартир. Вот только весь пафос заканчивается на подводке ведущей. А дальше начинается реальность. В том же районе завершают строительство еще 25 таких же домов для военных. Ощущение, что воплотилась в реальность сказка про трех поросят. Я строю дом из сена, я строю дом из травы. Впору вводить в обиход слоган «Бутафорской армии – бутафорское жилье». Но вопреки здравому смыслу пропагандисты утверждают, это не строительные контейнеры, а достойное жилье. Мебель есть, тепло, зимой также тепло. Страшно подумать, что в РФ нет ничего более постоянного, чем временное. Если уже сейчас в сюжетах пропагандистов эти времянки называют квартирами, вряд ли молодым военнослужащим с семьями светит когда-либо получить от государства настоящие квартиры в настоящих домах. Милитаризм головного мозга – это когда даже из поздравлений к 8 марта делается смотр военных сил. Зачем они нарядились в полную боевую экипировку? Нападает кто-то? «Спасибо большое. Большое-большое спасибо». «Спасибо. Большое-большое». С реальной же российской армией, так же, как с бутафорским вооружением, если отключить пафосные речи и присмотреться, становится понятно, что величие у них только в головах. А в реальности это какой-то грустный анекдот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова